Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел бы вас познакомить с интересным инструментом. Это контрабас. Давай его сюда. Это скрип. Он настолько большой, что в кадр помещается только его небольшая часть. Сколько он весит? Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос. Единственный вариант общаться со зрителями, это вот такой онлайн-формат. Давай, 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 давай! Все. Я говорю, оставайтесь дома и берегите себя. Тяжело ли играть на контрабасе? Первые 10 лет тяжело, а потом привыкаешь. Пока я записывал это видео, я пытался вспомнить хотя бы один жанр, где этот инструмент не применялся. Дело в том, что я не вспомнил таких жанров. Если вдруг вы знаете такой музыкальный стиль, направление, где никогда ни разу не был использован контрабас, напишите в комментариях. А ведь действительно, контрабас применяется и в академической музыке, разные оркестры, камерные составы, симфонические, также биг-бенды, джаз, популярная музыка, рок. Так как я полностью не помещаюсь в кадр, я решил сегодня не играть. Часто задаваемый вопрос это, как же ты находишь здесь ноты? Очень просто. Мы берем линейку и отмеряем. Все равно не помогает. Один известный джазовый трубач, Майлз Дэвис, написал знаменитую на весь мир тему, причем для контрабаса. Еще на контрабасе можно извлекать очень много интересных и странных звуков. Как будто кто-то сверлит. Магия. Разные техники игры. Это игра пицциката и смычком. И, конечно же, на контрабасе можно играть любую любимую музыку. И, конечно же, классическую музыку. Можно озвучивать фильмы ужасов. А в душе я вообще вокалист. А еще с недавних пор контрабас считается виртуозным инструментом. Но это не про меня. Можно играть как на скрипке. Но почти. Если вам понравился контрабас, обязательно заходите на мой YouTube-канал. Слушайте наш новый релиз на iTunes и других платформах. Я думаю, вам понравится. И до встречи в театре. А сейчас сидите дома и никуда не выходите. Я думаю, вам понравится. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok